кофе и карнавал. Для приготовления полосатого карнавального кофе нам понадобятся крепкие эспрессо без сахара, охлажденное сгущённое молоко и взбитые сливки, также охлаждённые до кремового состояния. Сливки рекомендуется заранее при взбивании разделить на две части. Одну часть подкрасить любым красным сиропом – клюквенным, вишнёвым или клубничным, а другую – шоколадом, карамелью или кофе по вкусу. Только когда все ингредиенты будут под рукой, приступайте к приготовлению кофейного коктейля. Части должны не успеть смешаться, а значит, действовать нужно быстро. Возьмите охлаждённое сгущённое молоко и переложите на дно высокого стеклянного бокала, примерно на палец высоту. Затем перелейте кофе в тот же бокал. Слой должен получиться в четыре раза больше молочного. Примечание. Чем горячее кофе, больше вероятны, что он перемешается с молоком, и структура коктейля нарушится. После этого выложите подготовленные сливки слоями поверх кофе, сперва подкрашенные розовым, затем коричневым. Если сливки получились достаточно густыми и плотными, попробуйте сделать ещё один кофейный слой между ними. Сладкоежки могут украсить готовый кофейный коктейль карнавальная маска тёртым шоколадом. Хотя карнавальная маска и считается напитком, фактически это десерт. Утолить жажду им нельзя. Всем гурманам следует иметь этот факт в виду. Уже три дня я предавалась блаженному безделью, и это постепенно взращивало в груди моей ростки болезненной скуки. С точки зрения маркиза Рокфорта, к слову, на борту Мартиники было чем заняться. Благородная публика, художественный салон, неплохая библиотека, а также две палубы для прогулок и любования морскими медалями. Всё создавало идеальные условия для изысканного, подобающего графини отдыха. Ну, святая Роберта, не на месяц же. Мартинику, насколько я знала, изначально не планировали делать круизным лайнером. Джордж Конкарт, немолодой уже колонец марсавийского происхождения, хотел построить судно для перевозки хлопка из нового в старый свет. Однако увидеть своё детище на плаву предприимчивый делец не успел. Он скончался от апоплексического удара, оставив завещание, в котором поделил между четырьмя сыновьями свою империю дальних перевозок и множество долгов. Неудивительно, что наследники вскоре за небольшое вознаграждение уступили непростой, требующий солидных вложений проект молодому племяннику покойного, Рону Мэри. Человеку авантюрного склада характера, но при том солидного достатка. Арон Мэри всегда мечтал стать капитаном собственного лайнера, который храбро бороздил бы морские просторы от Аксонии до Колони, от Альбы до Эльды, от Пхарта и до Никона. Так, спустя два года после смерти мистера Конкарда, на воду была спущена Мартиника, роскошный лайнер длиною чуть больше 130 метров, с 55 членами экипажа на борту и всего шестью десятками пассажиров. Конечно, не сравнить с блистательной великой Аксонией, вмещавшей две тысячи человек, или с готовящимся к спуску на воду Атлантиком, даже превосходящим Аксонию размерами и роскошеством убранства. Однако в камерности Мартиники было нечто изысканное, чего не хватало лайнерам-гигантам. Все это поведал мне сам капитан Мэри, оказавшийся на удивление словоохотливым и приятным собеседникам. А познакомил нас никто иной, как дядя Рэйвен. Маркиз, несмотря на очевидную неприязнь ко всем особам мужского пола на борту, стремящимся так или иначе развеять мою скуку, сам предложил нам побеседовать как-нибудь, туманно намекнув, что капитану есть что рассказать о дальних землях. Дальние земли мгновенно заинтересовали и Мэдди, сопровождавшую меня повсюду. Естественно, ведь повесть о странствиях к чужим берегам гораздо интереснее светских расшаркиваний с титулованными, родовитыми и просто богатыми бездельниками. А вот Лиэм отчего-то отнесся капитану настороженно. Я догадывалась о причине. Это ведь из-за маркиза, верно? Капитан Мэри был представлен мне еще утром, но вот поговорить с Лиэмом с глазу на глаз, ну, если не считать Мэдди, удалось только ближе к закату. Угу, не стало ты.